Друзья, у нашего гостя есть, что бы вы себе думали, невеста. Есть невеста? Она знает об этом, что она невеста? А то она не бывает. Намечтаешь себе, намечтаешь. Значит, невеста выиграла гвенкарту в лотерей, да? Вот сейчас, в мае месяце этого года. Но она возликовала или что? Да, конечно. Но она сперва не говорила, потому что она сперва думала, что она проиграла, ведь в этом году был такой какой-то пробел на неделю, когда не было ни одного победившего. Да, молчала. А потом выиграла и говорит, еду я к тебе, мол, не рассчитывай, что ты там один будешь. Да, по-любому бы я притащил. Так просто проще. Так невесте сколько годиков? Ей девятнадцать сейчас. Совсем маленькая. То есть, вы можете сказать, ее в невесты определили, она еще в школу ходила там, в среднюю школу. Ну, на втором курсе была. Да вы что? Да. Ну, хорошо. Так она в свои, как вы сказали, девятнадцать, так она сейчас на каком курсе? Она закончила второй. Сейчас я тоже, третий начался. Она пошла на третий или она уже выезжает? Нет, она уже уезжает, она учит английский. Хорошо. Подождите, значит, если она только выиграла, она должна интервью пройти. Это зимой только будет. И она решила, не пойду в университет, буду вот... Ну, то я попросил ее не ходить в университет. Хорошо. А какой у нее мейчер был, какая специализация? Она на факультете историческом была. Это очень полезно. Такая востребованная профессия. В Российской Федерации тоже, наверное, да, там, как вот закончишь по истории, по истории, пойдешь, там, второе образование получать. Да, как-то она мотивирует. С Украины. Мотивирует. С Украины она откуда? С Киева. Подождите, так откуда же вы ее знаете-то? Подписчица. Да. Но вы ее когда-то видели живьем? Я по скайпу только. То есть такой. А так разве бывает? Бывает. Если знаешь. Симпатичная. Конечно. Ну, как зовут-то? Яна. Яна? Яночка из Киева. Она смотрит нас? Конечно. Мама смотрит даже. Мама Яны. Но мама вас поддерживает? Ее выбор? Мама ей меня и посоветовала. Господи. Яночка, солнце. Да. Значит, не беспокойтесь. Мы присмотрим тут, пока вы приедете, чтобы он был в порядке. Да. А вы вообще в состоянии сами за собой присмотреть, там, чтобы был чистенький, там, проглаженный, накормленный, там, вот. Он торт отказался есть, но хотя тортом накормить не стал. Ну, я год сам живу. То есть, конечно. То есть, можете. В армии не служили? Да. А в американскую армию не хотите? Вот интересная история про американскую армию есть. Я, когда сюда прилетел, купил машину, буквально через месяц мне уже прислали приглашение в американскую армию. Я по туристической визе, у меня полгода еще. Просто так бывает? Бывает. Вербуют? Вербуют. Ну, подождите, но вы же иностранец, вы же не можете в армии. Я знаю. А с еще, с челябинских времен? Вот, если вспомнить меня где-то в классе в 10-м, я вот из всех уроков, которые в школе были, английский единственный, который я старался вообще никогда не пропускать. Хорошо, Вилли. Вот к уровню преподавания английского. Хороший? У меня классная руководительница была по английскому. Хорошая? Хорошая, очень хорошая. А вот дети, которые сидят в классе на английском языке у классной руководительницы, они стараются или лоботрясы сплошные? Лоботрясы сплошные. То есть, у вас нет ощущения, что качество российского образования позволяет завидовать, допустим, все другие страны? Нет. В случае не в Челябинске? Да. Хорошо. Что же еще такое вас спросить-то? Могу про английский, да, помню. Давайте про английский. Ну вот, после 10-го, где-то класса, я помню, я был где-то за границей, в Черногории. Да. И там... Так. У братского народа? Буквально воды или что-то мне надо было. Вода там отключилась или что-то. Я пытался объяснить. Так, говорят, вода, вода. Но я понял, что я даже предложения почему-то составить не мог на тот момент. На каком языке? На английском. Да вы по-русски посказали. У меня папа очень здорово образился. Ну. Zero water. Zero water. Окей. Да. Вот. И потом вот я решил, что я не буду тратить там время в 11-м классе. Подошло в этот раз и ощущение тоже, что ты таким как-то становишься, что ты там 8 часов тратишь. Там люди в телефоне играют, хотя там преподаватели стараются. Грустная картина, а все-таки преподаватели стараются. Да. У нас очень хорошие преподаватели были, но... Педагогам Челябинска. Привет. Так. Не переживайте. Не оценивают. Не оценивают. Не оценивают. Так. И я начал учить самостоятельно через English Town. Сайт такой. Как я его нашел? Я знал, что мне нужно сдать TOEFL, чтобы поступить в университет. Вот. И я искал, где есть пробный TOEFL. И почему-то мне это первый выскочил. Других я забыл. Ну, хороший сайт. Вот. С помощью него я нашел способ, как можно там за 10 долларов и за три месяца. Но это три месяца, не три месяца. Я типа учусь и я выучу. Ага. Три месяца чистой работы. То есть по четыре часа в день. Погружение такое. Да. Можно выучить с нуля там идеального там. Да. Я думаю, вот что. Значит, в разных видах, так сказать, деятельности очень существенно определиться с той стратегией, которой ты пользуешься для достижения результата. И уже стоять вот с ней и добиваться результата. Потому что самое плохое, что может быть, это перескакивать. Вот ты начал одним путем, потом другим. В бизнесе то же самое, в учебе то же самое. Дальше скакал, 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 скакал. Ничего до конца не доделал. Какая бы ни была стратегия не идеальная, не оптимальная, значит, это лучше, чем скакать. То есть она все равно идет. У меня есть очень много примеров, допустим, знакомых моих, которые там на паблике ВКонтакте подписываются, английский учат, потом они на первом канале смотрят передачу какую-то. Что толку они, зачем это делать. Вот там именно систематически идет. То есть первый уровень там, первый раздел, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. В дополнение к этому я хочу вспомнить такое чисто армейское. Говорят, что лучше выполнить неправильный приказ, чем его обсуждать и устроить базар и вообще ничего не выполнить. Понимаете, это гораздо хуже, чем допустим выполнять какой-то неидеальный приказ, с которым ты лично не согласен. Что уже говорит о том, что у тебя есть проблемы. Потому что сама мысль, что может быть не согласен с приказом, уже проблема. Люди, которые ставят себе цель выучить английский, они порой сами собой не согласны, что они себе ее поставили. И оттуда ты все ей проблемами. Это внутреннее принятие цели, это психологический элемент, друзья. Мы туда не пойдем, потому что можем оттуда никак не выйти. Ну вот, после того, как я нашел этот способ, потому что я знаю, что многие люди там, ну кто с финансами, они стремятся улететь за границу учить английский. А, не то, что работают в финансах, а у кого бабки есть. Люди с бабками. Люди с бабками летят, тратят там. Я не помню, я в каком-то втором своем видео считал, сравнил. Ну, 20 тысяч долларов ты потратишь, а выучишь как на три года. Ну, если через интернет, то через... Ну, это если деньги считать. Ну, это же в эмиграции, это же очень важно, прежде чем улететь. Если ты можешь сэкономить, допустим, там 20 тысяч долларов, которые ты можешь отложить там на переезд. Ага. Это гораздо лучше. Или отдать бедным. Или отдать благотворительность. Вот. Поэтому я тогда понял, что нет в Ютубе русском ничего такого. Вот есть Хвастович, есть Блогер, да, есть Шуршаник. Вы все уже рассказываете, что тут. А такого подготовительного, чтоб сюда. Такого я не знал. Скажите такую вещь. Вот вы, как нынешний блогер, а в прошлом, так сказать, потребитель вот этого блогерского продукта. Как человек, вот, почему он вот этого слушает, или этого слушает, или, например, этого перестает слушать? Вот почему он слушал-слушал, а вдруг перестал, например? Ну, это очень далеко надо идти. Ну, хорошо. Ну, начал я вас смотреть, когда... Я сперва Хвастовича смотрел, потому что у него ключевое слово Америка, там, Америка, это успешно. Да. Я так его нашел. Да. Я начал смотреть, прикольно. А ему говорили, какой уж ты успешный-то. Я помню, мы с ним тут сидели и все обсуждали, да. Потом он с вами видео сделал. Так. Вот после-то у вас очень начал хорошо смотреть. А, то есть вы про нас узнали через Хвастовича? Да, но это было очень много. Друзья, можете себе представить, вот так вот. Как было? Да, бывает. Никогда не знаешь, так. Ну, он еще Шушеник тоже. Все, короче, с кем он был. Мы все тут снимались друг с другом. Да. И мы, я Шушеник и Хвастович. А мы как-то все трое тут были. Однажды мы снимались втроем, даже так бывает. Да. И вот таких вот видео совместно, как, например, мы сейчас делаем. Так вот люди и находятся, кого можно посмотреть. И я посмотрел вот сейчас, когда Александр приехал, я показывал ему там канал свой изнутри. И вот поиск. Значит, там 16% не подписчиков нашли нас по поиску. Пришли на наш канал. Я смотрю, какие были ключевые слова. И там из этих ключевых, ну, поисковые такие комбинации. И из этих поисковых комбинаций три были с Флоридой и Ялтой. Потому что мы с Людмилой сделали там пару видео. И они там достаточно высоко выходят. Когда по-русски. Вот если вы по-русски наберете Флоридой и Ялтой на латине, кириллицей, то вы увидите, что там мои видео достаточно высоко стоят. А если уже по-английски наберете, там никого больше нет. Там одна Людмила, она доминирует. Вот. А по-русски, значит, можно пробиться. И вот где-то у меня за, не знаю, за неделю там человек 100-150 приходит. Вот потому что ищет Флориду и Ялтой и приходит к нам. Да, и Хвастович, и Шушаник, и Наталья Квик, и Оля Брукман. Поэтому нам говорят, что это блогеры встречаются там? Что они вот друг с другом? Это очень важно. Потому что мы замешиваемся. И как бы люди, которые знают одного, они узнают о другом. Может быть не на канале узнают, но вот в поиске узнают. Общая какая-то польза есть. Абсолютно. Есть общая польза. Я думаю, что нашим зрителям тоже есть польза. Потому что когда вы видите людей вместе, вы на начинаете видеть что-то, что, может быть, по отдельности вы не увидите. Вот я думаю так. Потому что когда человек сам по себе, он как в театре одного актера. А когда уже начинается цирк, коллективное действие. Значит, да. О чем я говорил? То, что на тот момент, как я считал, я знал всех блогеров. Но они все и были на тот момент. А пару лет назад вообще было человек 5-6. Всего еще было. Я смотрю. Вот. И заметил, что информации недостаточно именно для подготовительного чего-то. Для тех вот типа меня, которому там сколько мне лет было, чтобы как-то подготовиться. А форум, говорим про ест. Казалось бы, это энциклопедия. Там, конечно, надо найти. Потому что он очень... Он затроллиный очень сильно там. Он очень большой. Но затроллиный, ну там нет руганий, там нет, допустим, уж совсем чего-то такого поганого. Троллини есть немножко. Но во всяком случае, если там много времени провести, ты начинаешь хорошо понимать. Тут возникают имена, которым ты доверяешь. И ты уже больше так на них фокусируешься. Вы как-то вот шли через форум или нет? Я заходил на форум. Я зарегистрирован там с какого-то далекого года. Я почитывал все такие, все которые прикрепленные темы, я перечитал. А, ну да, важно. Да, важные темы. Но такого, что прям важного для себя, я ничего не вынес, к сожалению. А у меня там есть несколько очень серьезных кирпичей. Про страховку я ваше читал. У меня есть про страховку кирпич, у меня есть кирпич про поиск работы. Я как бы вот очень горд, потому что в какой-то момент, если я это выплескиваю, потому что ты не можешь уже в себе держать, ты жах написал. Да. Вот как эта книжка наша, я надеюсь, что пока вы тут, значит. Я что вспомнил, кстати. Вот меня постоянно знакомые знали то, что я там учу английский, они все равно учи меня, я тоже хочу уехать там. Мне настолько это надоело постоянно всем рассказывать, что я каналы сделал. Это судьба очень многих каналов. Люди делают их только для того, чтобы близкие люди могли что-то посмотреть. Вот из такого круга вот тут. И дальше вдруг появляются люди еще откуда-то, еще откуда-то, Да, уже тысячи потом уже заинтересуются. Да. Ну вот именно. Вот если информации не хватает в интернете, если у вас есть что-то, что сказать, конечно, делайте. Вас по-любому найдут когда-то. Даже если вот один человек найдет, которому это пригодится, это уже мне кажется... Я могу сказать, что вот я когда начал этот канал делать, это скоро три года будет в октябре. То есть он был до этого, ну так как-то по мелочи. И по мелочи там было полторы тысячи подписчиков, про которых я даже не понял, зачем они нужны, и почему они вообще подписались. Ну какие-то люди, я не знаю, подписали. Вот это было полторы тысячи. Потом, как я сказал, уже все, я начинаю, вот буду делать канал, буду регулярно делать такие темы, туда-сюда. Через полгода было десять тысяч. Если вы активны, конечно. Ну да, но то есть люди, которые тебя не знают, никогда не слышали и так далее... Люди, которые тебя как-то нашли, они рассказывают своим людям ближайшим. И так оно и растет. Или где-то он там сбоку выходит в каких-то... В этих похожих? Ну, рекомендуют видео, когда я на себя обнаруживаю. Где-то, где-то. Играет музыка. Играет музыка. Продолжение следует...